Добрый день, это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня гость программы Артур Яськов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Липецком областном совете депутатов, депутат областного совета. Здравствуйте, Артур. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы сегодня пришли для того, чтобы рассказать, почему фракция ЛДПР поддержала закон, который называется о правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Но многие наши зрители знают его так коротко, что о капитальном ремонте многоэтажных домов. Артур, скажите, пожалуйста, все-таки, когда первый раз в областном совете этот закон обсуждался, вы его не поддерживали. Теперь он изменился. И вот в чем основная позиция ЛДПР по этому закону? Мы хотели бы поговорить не только об этом законе, а еще о ряде других инициатив, которые через областной совет проходили. Данный закон, он там длинно называется, суть его это закон о создании фонда капитальных ремонтов, который в каждом субъекте федерации должен быть создан. Закон, по сути, который в той редакции, в которой он был предложен первоначально и который поддерживался там в Единой России и управлением ЖКХ, он, мы считаем, был неприемлем. И ЛДПР голосовало против этого закона. То есть там были, как мы считаем, серьезно ущемлены, нарушены права собственников жилых домов многоквартирных. И только ЛДПР обратила на это внимание наша фракция. И в итоге Единая Россия была вынуждена принять те поправки от ЛДПР, которые хоть как-то гарантировали права собственников жилых домов на вот эти вот взносы. То есть я поясню, о чем идет речь. Первоначально то, что Единая Россия предлагала, это будут собираться деньги в общий котел, скажем так, фонд регионального оператора. И, соответственно, потом из этого фонда будут ремонтироваться дома по списку. То есть должна быть программа до 1 декабря опубликована, тех домов, которые попадут под капитальный ремонт. И она там должна раз в год обновляться, то есть ротация должна быть. Ну какие-то там дома отремонтировали, соответственно, вычеркивают, новые дома включают. Значит, ЛДПР предложила, чтобы, во-первых, были туда вписаны нормы, которые жилищный кодекс России гарантирует собственникам. То есть это право создавать спецсчета на каждый свой дом. То есть собирать деньги не так, вот, общий котел по такому советскому принципу коллективной ответственности, как мы считаем, коллективной безответственности, да, а так, чтобы люди, ну, если уж вынуждены собирать деньги, ну, федеральный закон обязывает, опять же, да, жилищный кодекс, чтобы эти деньги хотя бы точно они собрали, они вот видели, вот у нас на счету там столько-то денег, вот мы дом собрали, ну, вот мы там сможем там то-то, такие-то работы провести. То есть по закону эти спецсчета может открыть жители дома в банке, это первый вариант. Второй вариант, они могут открыть этот спецсчет, ну, в банке они могут открыть, если у них ТСЖ есть. То есть если раньше было создано ТСЖ, или там его создадут. Второй вариант, если они могут открыть внутри этого регионального оператора специальный счет действующего, но все равно эти деньги только на их дом будут расходоваться. Они на какие-то другие цели расходоваться не могут, это уже будет уголовно наказуемое деяние, по сути. Ну, и третий вариант, это вот то, что первичная Единой России там у них была прописана, тот закон, который они поддерживали, это вот фонд регионального оператора, вот так называемый общий котел, против чего ЛДПР возражало, и в итоге они все-таки были вынуждены принять эти поправки, и поэтому ЛДПР проголосовал, то есть поправки с боем, по сути, были туда включены, там отдельной статьей, вообще целая статья, новая пятая статья появилась, где вот эти все требования наши, по сути, были изложены. Ну, еще очень существенный момент, то, что мы дополнили этот закон, что жители могут в любой момент изменить способ формирования вот этого фонда. То есть даже если они деньги там будут сдавать в этот общий котел, они могут эту практику прекратить на основном решении общего собрания и перейти на спецсчет, то есть только на свой дом деньги собирать. Понятно. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон 235-244, звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Артур, а в чем основные моменты этого закона? Что он вообще нам дает, как жителям? Ну, наверное, нужно сказать немножко, чтобы было там, я думаю, сейчас все так или иначе интересуются, потому что кто-то не интересовался до этого. Ну, сейчас все понимают, что требует закон, ну, придется собирать и платить свои деньги, да, свои кровные деньги отдавать за эти ремонты, за капитальный. Естественно, народ будет уже закон этот читать. То есть раньше, он как бы сейчас существует, фонд содействия реформирования ЖКХ, и делались капремонты в некоторых домах, ну, вот те, кто делал, делали в чьих домах, они знают. Да, там делали их с огромными там огрехами, там, нарушениями. То есть вот я был на радио на прошлой неделе в эфире, звонил буквально там парень рабочий, он рассказывал, как делается ремонт. То есть покупались материалы самые дешевые, зарплату там рабочим оплатили, ну, что называется, там... Тоже копейки, да? Минимум, да, копейки. Вот, ну, такая практика была, вот, там возбуждались какие-то уголовные дела, да, но где-то что-то ремонтировалось. Ну, грубо говоря, как кому везло, да. То есть в зависимости от того, кто там, люди более-менее совестливые, если занимались, где-то там кому-то что-то сделали, да, где-то там вот через пень колоду, что называется. Вот, но тем не менее где-то что-то менялось, да, то есть менялись коммуникации, которые уже там трубы сгнившие, вот, то сейчас и деньги выделялись, то есть федеральный бюджет, там вот с 2008 года по 2012, там вот, ну, то, что правильная ЖКХ давала, порядка, значит, 3,5 миллиардов с федерального бюджета пришло, и там порядка 1,8 миллиарда из областного бюджета было направлено на эти цели. Но теперь жилищный кодекс обязывает, чтобы жители, ну, федералы говорят, что денег мало, вот там сейчас, как бы, идет сокращение бюджета, там об этом говорят на федеральных каналах, да, чтобы жители самостоятельно собирали деньги на свой ремонт. Ну, то есть, как бы, логика, может быть, в этом какая-то есть, да, но мы идейно против такого подхода. То есть, хотя мы и голосовали за этот закон, но идейно мы против. То есть мы считаем, что нужно было вначале все-таки все отремонтировать нормально, да, потому что деньги есть, то есть и доходы от нефтяной торговли, да, там от углеводородов, они есть в стране. Вот. А потом уже, соответственно, нагрузку на жителей. Но мы вынуждены были... Жизнь вот такова, да. Да. Но жизнь такова то, что этот закон, он как бы был принят бы и голосами, скажем, одной «Единой России», и именно в той форме, в которой они первоначально хотели это сделать, чтобы был только вот общий вот этот котел и все. Единственное, что ЛДПР добилось, чтобы жители могли проконтролировать, потому что мы, естественно, боимся, что деньги могут быть просто разворованы. Естественно, проконтролировать вот отдельный счет его гораздо удобнее, чем вот общую вот эту массу. У нас звонок есть от зрителей. Давайте послушаем вопрос. Добрый день, слушаем вас. Да. Пожалуйста. Я хочу вопрос задать выступающему. Пожалуйста. Значит, вопрос короткий. Кто будет контролировать деньги, выступающие на этот расчетный счет? И второй вопрос. Кто будет осуществлять капитальный ремонт? Спасибо за вопрос, да? Правда, очень конкретно. Да, правильно, вопрос очень хороший. Я начну как бы вот со второго момента, кто будет осуществлять капитальный ремонт. Значит, единственный, как мне кажется, один из таких плюсов этого закона в том, что от освоения, скажем так, вот этих денег устранены управляющие компании, там, ЖЭКи и ТСЖ в том числе. Предполагается, что деньги будут аккумулироваться на фонде, на спецсчете регионального оператора, ну или на спецсчетах внутри регионального оператора. И дальше через систему торгов. То есть выставляется объем работ по конкретному дому, да, и там участвуют фирмы в этих торгах. То есть победитель, соответственно, там, который предложил там более соотношение цена-качество, он осуществляет вот этот объем работ. И еще одна поправка, которую тоже ЛДПР внесла в этот закон уже по ходу его исполнения, это мы потребовали создать попечительские советы с функциями наблюдательного совета. Вот контролировать в том числе будут и депутаты всех фракций. Мы, да, потребовали, чтобы туда были включены депутаты всех фракций, в том числе от оппозиции. С нашей стороны мы включили депутата Елецкого нашего, Евграфа Павла Леонидовича. Он очень большой опыт имеет именно в аудите, вот именно сферы ЖКХ. И я думаю, что реально, если будут найдены нарушения, и если деньги будут разворовываться, в частности, я думаю, ЛДПР имеет такой механизм, мы добьемся реально возбуждения уголовных дел и конкретных посадок, что если деньги будут вороваться, разворовываться. Понятно. Еще звонок есть. Видите, сразу сколько звонящих. Ответим на вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я с улицы Звездной, дом 4-3. У нас в 2008 году делали капитальный ремонт. Электропроводку, но не квартирную. И холодные, и зарядные трубы, канализации, унитазы. Скажите, почему мы должны платить деньги на ремонт? То есть кому уже сделали? Должны платить вообще? Ну, там вопрос, мы его задавали, нам пока до сих пор непонятно, должны ли платить или нет. Потому что, во-первых, то, как его сделать, если у жителей есть нарекания, вот потому ремонт. А то иногда у нас, знаете, как капремонт проводится. Вот в Лебедяне делали капремонт крыши буквально летом. То есть там она вроде стояла, крыша, но такая старенькая, там в дырках, но стояла. После того, как сделали капремонт, ее просто снесло. Известный там случай был, я сам там был в Лебедяне летом и видел этот дом. То есть дом просто стоял без крыши, его там экстренно латали. То есть если вот такие вот ремонты были проведены, ну, естественно, там нужно будет опять, что называется, проводить ремонт. А вообще закон когда вступает в силу? Когда нам придется уже платить? Смотрите, порядок такой, вот до 1 ноября должны будут определить сумму с квадратного метра, сколько будут собирать. Ну, опять же, по слухам, то, что там я слышал, это будет 5, 5,5 рублей, может быть, даже 6. Ну, последнее, что я слышал, это в районе 5,5. Это до 1 ноября должно быть постановлением администрации области. До 1 декабря должна быть опубликована программа всех домов, первичные дома, которые попадут в программу капремонтов. И дальше отчитывается 4 месяца, то есть считаем, да, там, январь, февраль, март, ну, вот где-то апрель, не раньше апреля, первые квитанции поступят. А вообще, чтобы закончить уже по этой теме, что может гарантировать тоже прозрачность исполнения этого закона? Я считаю, что самое главное, что может обеспечить прозрачность, это если наши жители сами наконец-то будут относиться к своим домам именно как к собственности. Чтобы они создавали, мы как бы, что называется, агитируем, чтобы создавали именно спецсчета. Чтобы они сами могли увидеть, куда их деньги расходуются. То есть чем больше будет ответственных людей таких инициативных, тем будет лучше. Потому что если все будут сидеть там на лавочках и говорить, что вот деньги разворовываются, они реально будут разворовываться. То есть если мы сами там не сможем сказать там стоп, да, и проконтролировать всю эту схему, все эти работы, то никто за нас это не сделает. То есть мы должны сами обратить внимание на свое имущество, потому что, ну, как бы, другого, может быть, у нас не будет имущества, нужно за этим следить. Ну, ЛДПР может как-то научить быть активными или помочь в реализации хотя бы этого? Мы потребовали на сессии от управления ЖКХ, чтобы нам предоставили бланки договоров, бланки протоколов общих собраний для выбора способа формирования вот этого фонда капремонта. Значит, на этой неделе управление ЖКХ, они обещали на сессии, кстати, в присутствии СМИ, там и ваш канал, были журналисты, они обещали на этой неделе нам предоставить. Мы во все свои штаб-квартиры эти бланки протоколов общих собраний разместим, то есть у нас и в Липецке, и в Лебедяне, и в Ельце, и в других городах. Люди могут к нам приходить. Поэтому, я думаю, это задача управления ЖКХ, чтобы донести до людей вообще все механизмы, как это можно сделать, чтобы люди в нормальном, вот за это время, там, за 4 месяца, нормально люди могли бы определиться и выбрать способ формирования этого дома. Ясно. Ну, в общем, понятно, что работ предстоит у нас по этому поводу много у каждого. Да. Я напомню, что сегодня наш гость Артур Яськов, депутат Липецкого областного совета депутатов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Липецком областном совете депутатов. Мы прервемся на несколько минут. Реклама, не переключайтесь. В эфире программа «Точка зрения». У нас в гость Артур Яськов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в областном совете. Артур, у нас еще вопрос, давайте успеем ответить. Да, пожалуйста. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, значит, почему вот эта плата за капитальный ремонт привязана к квадратным метрам квартиры? Ну, то, что она привязана к квадратному метру, ну, потому что вот дом на квартирной, да, там, допустим, у вас там квартира, там, может быть, там, трехкомнатная, да, там, 100 метров, условно, а рядом там живет там семья, там, у них там однокомнатная, там, 35 метров. Ну, естественно, у вас там больше коммуникации вообще домовых проходит. Ну, то есть я считаю, что это, ну, относительно нормальная схема, когда привязан именно к квадрату. А к чему тогда привязать? Альтернатива какая тогда? Ну, да, количество жильцов, наверное, никак не влияет. К прописке, ну, там, у нас вот мы видели там на выборах, у нас там резиновые квартиры появлялись, по 200 там человек там прописывали. Ну, то есть это, я считаю, нормальная практика, как бы, вот с этой точки зрения. То есть тут относительно честная, скажем так, справедливая, мне кажется. Прозрачная. Ну, вот вы сказали насчет выборов. У нас 8 сентября, давайте уже на другую тему поговорим, 8 сентября прошел единый день голосования. В Литовской области у нас и глав районов выбирали, и районные советы. ЛДПР свою точку зрения на итоге этих выборов, наверное, озвучит. Ну, мы уже озвучивали и в СМИ, и в различных там публикациях, в интервью свою оценку выборам, которые прошли. Во-первых, ЛДПР всегда выступал и выступает за честные прозрачные выборы, то есть за выборы по партийным спискам, которые мы считаем могут обеспечить. Ну, вот, допустим, возьмем общие итоги, по которым там Единая Россия набрала порядка 70%, как они заявляют, называют оглушительной победой. Но если мы возьмем итоги выборов в двух районах, где по партийным спискам выборы проходили, это Донковский район, Лебедянский район, там результаты совсем другие. То есть ЛДПР в этих районах уверенно заняла третье место по партийным спискам. В Лебедяне мы набрали порядка 12,5%, два мандата получили. В Донкове мы набрали 11,2% и прошел у нас в депутаты районного совета Хмутинников Олег Георгиевич. Несмотря на все давление, которое оказывалось на партию в ходе компании, уже буквально накануне дня голосования были расклеены листовки такого оскорбительно-провокационного характера в адрес лидера списка Олега Хмутинникова, который в итоге прошел и стал депутатом. То есть по итогам уже всех этих событий было сейчас уже даже возбуждено уголовное дело по нашим заявлениям. Оно расследуется, посмотрим, найдут ли этих товарищей, кто этим занимался, там правоохранительные органы занимаются. Что касается, скажем, результатов в других районах, ну естественно, наибольшее внимание всех СМИ, тех людей, которые занимаются, скажем, политическими делами в регионе, оно было к Добровскому району притянуто, где было объявлено о победе действующего главы Глазунова с перевесом в один голос. То есть нам это кажется, ну откровенно, просто смешно. ЛДПР выборы не признала главы Добровского района. Несмотря на то, что по ряду сел там выборы проходили достаточно нормально, даже в самом Добровском районе, по Борисовке наш кандидат Сухотерин Юрий Николаевич выиграл на одномандатном округе и стал депутатом в ходе этих же выборов. Стал депутатом районного совета. Но та ситуация, которая там происходила, в частности, вот в Кореневщине, ну она нам кажется просто запредельной. И мы считаем, что там все-таки тоже должны быть проведены расследования. И Халиманчук Максим Валентинович, руководитель регионального отделения, координатор, написал соответствующее заявление, там правоохранительные органы, следственный комитет. И сейчас следственный комитет проводит по нашему заявлению там доследственную проверку, я понимаю. То есть вы еще и поддерживаете иск о пересчете голосов одного из кандидатов? Иск мы не можем. Морально поддерживаете, да? Морально, да. То есть речь, может быть, даже должна идти не о пересчете голосов, потому что у нас все-таки тут не штат Флорида, где там... Но здесь должна идти речь, может быть, о повторных выборах, потому что, ну, прежде всего должна быть дана правовая оценка тем выборам, которые прошли. Вот штаб, там, кандидата, который сейчас, Грицаенко, подал иски, они должны получить правовую оценку. Все те факты, которые были задокументированы. Вот, они должны в суде быть рассмотрены. После этого мы считаем, какие-то будут там выводы и решения политические уже дальше делаются. Понятно. Артур, а вот вы наверняка знаете, что сейчас предлагается вновь вернуться к графе в бюллетенях для голосования против всех. Как вы к этому относитесь? Ну, мы, во-первых, считаем, что ничего это не даст. То есть даже те, кто это планирует, мы так понимаем, зачем это, видимо, делается. Но ЛДПР не боится графы против всех. ЛДПР свой процент всегда уверенно брала и спротив всех, и беспротив всех. И там, как бы законодательство не менялось, точнее, как бы его не меняли, у ЛДПР свой есть традиционный избиратель, который нас всегда поддерживает. ЛДПР старейшая партия в России, 25 лет. То есть ни одна из действующих партий, она не имеет такой истории, и, может быть, многие не будут иметь. Включая ту же Единую Россию, она намного меньше ЛДПР. Я еще, как бы, хочу один момент сказать, потому что я помню систему против всех. Система против всех, она объективна, даже с точки зрения крупных партий, которых ЛДПР, она, может быть, чем-то доживлена. Потому что против всех проголосовало, скажем, 20% против всех. Эти же голоса никуда не денутся. Их потом возьмут и также распределят между партиями, которые получают проходной барьер, то есть которые наиболее крупные фракции формируют. И вы, допустим, идете на выборы, голосуете против всех, и в итоге ваш голос пополняет копилку той же Единой России или какой-то другой партии. И даже, может быть, он и нашу копилку в итоге пополнит. То есть, идя и голосуя против всех, это не значит, что, ну, да, будет там данные. Что мы кого-то лишаем голоса, да? Проголосовало против всех, да. Но потом эти голоса, они будут распределены. Потому что есть, скажем, Госдума формирует 450 человек, а у нас все равно 450 человек сформируется. Ведь не будет же там 20% исключено, скажем, ну, сколько там, и почти 90 человек нет, скажем, мы теперь вот 360 будет в Госдуме, а не 400. То есть такого не будет. Плюс сейчас произошла в целом такая демократизация вот этого законодательства партийного. И там, пожалуйста, на любой вкус там партии, там, с самыми экзотическими названиями, с самыми экзотическими программами, то есть любой там избиратель может выбрать себе там... Ну, это дело будущих выборов. Может быть, это будет, может быть, и нет. А сейчас вот вы уже работаете целый, в общем-то, достаточно заметно и активно в нынешнем составе Липецкого областного совета. Заметно. Какие вот, например, инициативы законодательные сейчас готовят или обсуждают с подачи ЛДПР областной совет? Ну, наверное, я скажу вкратце, сколько там нам эфир позволяет. Те законодательные инициативы, которые мы выдвигали, какие-то были поддержаны, какие-то не были поддержаны. Но из первых законодательных инициатив наших было, таких серьезных, это был законопроект о депутатском расследовании. Он не был поддержан, но мы считаем, и мы планируем опять к нему вернуться. То есть это очень серьезный документ. Есть такой аналог у нас на федеральном уровне. Во многих регионах такой закон принят. Он позволяет проводить депутатские расследования по каким-то особо темам, значимым для области, для региона. В частности, если прилагательно к сегодняшним, реальным, мы могли бы инициировать такое расследование по ситуации, скажем, в добром, по каким-то другим моментам. ЛДПР также борется за ликвидацию, поддерживает в данном случае действия администрации, направленные по борьбе с незаконной фактически торговлей алкоголем, пивом. Более того, нам удалось. Мы даже более жестко подходим, чем законы, которые где-то только они планируют, там что-то закрыть, там точки. Мы в Ельце добились уже закрытия кафе около Каракумского моста, которое не давало там покоя жителям и днем, и ночью. Я уже упоминал, там депутат Евграфов инициировал проверку. И в итоге кафе было закрыто. Более того, выяснилось, что там незаконно работало. И жители там сейчас несут благодарности в наш партийный штаб в Ельце. А потом, что касается законов, которые были приняты по инициативе ЛДПР, мы считаем, он очень важный закон при формировании бюджета, который сейчас будет вноситься. Мы добились того, что будет создаваться при внесении согласительная комиссия с представителями администрации и всех фракций, всех фракций, которые в областном совете, для того, чтобы на период именно не так, что нам внесли бюджет, и вот давайте, ребята, вы тут с этим согласны, с этим не согласны. Нет, мы добились того, чтобы именно на этапе формирования мы обсуждали, какие статьи включать, какие не включать. Это очень важно. Потому что это не очень интересно кажется, но это очень важно, потому что потом в итоге всех коснется. То есть это коснется зарплат, школ, детских садов, специальных. Но это закон уже принят? Уже принят. А бюджет уже внесли? Нет, бюджет пока еще не внесен. Мы надеем, что перед внесением, когда должна быть создана эта согласительная комиссия, мы сейчас как бы ждем приглашения работать в этой комиссии, работать над бюджетом. То есть бюджет 2014 года будет как раз уже учитывать мнение всех партий и фракций? Да, это заслуга ЛДПР. А еще какие у вас законопроекты? Ну, мы сейчас прорабатываем, мы планируем, как бы, одна из тем, это вот то, что касается, скажем, мировых судей. Мы разрабатываем вариант, это такой очень сложный закон о выборе мировых судей. Потому что сегодняшняя практика, ну, как бы, когда в областном совете мировые судьи назначаются, ну, зачастую это просто такое техническое голосование. То есть, естественно, мы там не знаем, по большому счету, лично, да, там этих судей. С другой стороны, судьи разбирают, может быть, не такие там великие там дела, но такие очень, может быть, бытовых и значимые дела. Поэтому мы считаем вполне нормальной, допустимой практику, когда люди смогут самостоятельно выбирать себе мировых судей. То есть, ну, естественно, там не просто, там не каждый. Жители округа, да? Жители округа, да. То, чтобы была нарезана территория города на, там, города, области на такие вот там судебные округа. Вот. И, соответственно, люди могли себе избирать тех судей, которые будут заниматься там их вопросом. Ну, естественно, там какие-то ограничения должны быть также. То есть, там юридическое образование какой-то, опыт работы, там житейский опыт. То есть, ну, это уже, мы считаем, шаг вперед будет. У меня короткий вопрос. Вот принят был закон, поправки в закон, может быть, о днях трезвости, их журналисты назвали, когда последний звонок, вот, не будет, вы поддерживали это? Да, мы голосовали однозначно, да, я вот уже говорил. Мы поддерживаем эти ограничения, потому что это, ну, ни к чему хорошему не ведет. То есть, поэтому мы считаем, это одна из тех инициатив, которые действительно надо поддержать. А тем более того, я вот уже сказал, мы фактически его уже раньше начали реализовывать уже своими силами. Ну, в Ельце вообще, наверное, более, очень сильно заметна деятельность ЛДПР. Ну, она и в Ельце, да, и в Липске, просто там город как бы меньше. И со многими, люди вообще все друг друга знают, со многими вопросами там люди идут в наш штаб. То есть, там иногда и по 30, по 40 человек в день мы принимаем. Ну, возвращаясь к главной теме, наверное, к основной сегодняшней обсуждению принятого закона о капитальном ремонте многоквартирных домов. Если у людей возникают вопросы, куда они могут пойти за разъяснением? У нас не так много времени, секунд 30. Ну, они могут обращаться к нам, Зигеля-1, офис там с квартиры 65, на прямом этаже. Все люди знают, где мы находимся за 20 с лишним лет, все знают, где находится ЛДПР в Липецке. Телефон 77-93-33, поэтому обращайтесь, мы дадим свои консультации. А так мы потребовали, чтобы управление ЖКХ развернуло такие консульционные пункты по всему городу. В частности, по Липске и по другим городам. Спасибо большое за интересную беседу, содержательную. Это была точка зрения Артура Яськова, депутата Липецкого областного сайта депутатов, заместитель руководителя фракции ЛДПР. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok